Ну что, вы по лесу успеете до срока обозначенного? Ну есть распоряжение срок, но это тяжелый срок, но я даже не сомневаюсь. Ну вы сами установили его. Так точно. Ну а меня информируют, что вы не успеваете. А сколько деревень на сегодняшний день вы не привели в порядок? Генераторы сняли все деревни, все по постоянной схеме работают. Постоянно, все, нигде нету? По всей республике нигде этого нет. По Гумельской области все подходит. А я за республику говорю, нигде этого нет. И мы с 21-го переключились на садоводческие товарищества, и там решили проблему. Хорошо, перепроверим. Это типичная картинка, где вы убираете, или это еще более-менее? Более-менее. Там уже убрали, а есть намного хуже. И Речица, и Калинковичи. Ну, имей в виду, что все это надо восстановить. Мы уже к этому готовимся. Под посадку леса все ресурсы и общественное объединение. Ну, сначала надо убрать и спасти древесину. Как мы договаривались, до зимы вы все это приведете в порядок, уберете, весной высадите лес. Сейчас подбираем площадки не только на окраине лесов, но и в населенных пунктах, районных центрах, где положить, особенно то, что на дрова пойдет. Все, что балансы пойдут на ЦКК, деловая древесина, все это прошит. Закопалось? Мы так с кем-то восстанавливаем все объекты. Сгруппировались, поэтому основная задача все до 15 сентября восстановить. У меня есть информация, что у нее приличный бардак с стройматериалами, шифер и так далее. В деревню привозят, там это все непонятно как, учета никакого нет. Люди сами говорят, зачем вы шифер даете на сарай, который десятилетиями гниет, там ничего никогда не стояло и не стоит. То есть есть разбазаривание строительных материалов. Нет порядка. Нет такого у тебя? Мы отдавали только шифер на домовладение, на сарай, на хозпостройки шифер не выдавался. Ну хорошо. Шифер слабо выбирает, а по обеспеченности пил ему материал, хотя дерево есть 27% только. Ни одна организация, которая прибыла из других областей, не простояла ни одного дня. Работа контролируется каждый день. Я экспетирую несколько регионов, которые особо пострадали, и все четко организована работа. Бригады прибыли из других регионов нашей страны. То есть интересовался обеспеченным пиломатериалом, шифером. Жизнь есть жизнь. Надо реально посмотреть. Вот работают. Что за проблема? Поговорить с людьми. Не просто поставить птичку, что там не хватило шифера или обрешетки и так далее. А вот его везут. А вот тут 20 минут, там, ну, сбои бывают же в жизни. Поэтому надо разобраться от жизни. Говорят, что у них все населенные пункты, деревни подключены постоянно к линиям электропередач. Трансформаторы все работают. На участке домовладения заведены, восстановлены линии опоры, провода повешены, кабель, заведено напряжение. Везде. Ни одной деревни нет. 26 июля полностью все дизельные ораторы переключены на основные линии. Последняя деревня 23.45-26 числа. Надо посмотреть на сегодняшний день. Опять же от жизни надо смотреть. Понятно человеку, когда у него крыша течет или холодильник не работает. Он будет обижаться, жаловаться. Но мы должны реально посмотреть. Если все деревни и домовладения, то есть хата подключена к электричеству, это хорошо. Потому что главное сейчас, чтобы люди не обижались, что мы не можем дать электричеству. Так у тебя? Так точно. Все подключено, все населенные пункты и по домовладениям также обеспечено подключение. По деревне можно проехать, проблем нет. Ну, ясно, где-то еще не убрали бурелом этот. Надо смотреть. Людей обижать не надо. Коль уж так случилось, надо людям помочь как следует. Лельчицы, Мозырь, Калинка, Вечеревчица, Светловор и Жлобин, Будокошелев сильно пострадали. Менее пострадали Рогачев, Чечерск и Ельск. А уже в незначительной степени вот эти районы. Если в первой части работы было сконцентрировано мы на российскую дорогу и подключение линий электропередач и дизельных станций для деревень и источников жизнедеятельности, то сейчас сконцентрировано на восстановлении объектов. Всего пострадало по области 8731 объект. В социальной сфере два объекта, которые под контролем, они сильно пострадали. В Чечерске и Будокошелеве. Там работаем по полной. Больница и школа. Да, больница в Будокошелеве. Это центральная больница. Хорошо, дальше. Что касается потребностей финансовых ресурсов для обеспечения. 27 миллионов. Восстановительная часть. Жилищно-коммунальное хозяйство. 72 миллиона. Это многоквартирное в основном дано. Хорошо, все это пересчитаем, Василий Николаевич. Когда закончится работа, все пересчитаем. Спросим за то, что безхозяйственность была или неправильно вчитали. А все, что ему надо, помочь мы ему должны. Но после переучета. В этом году деньги должны быть возвращены все на место. То, что нужно. Хорошо, выводы мы сделаем отдельно. Главное, чтобы вы сделали выводы. Все работы на восстановление объектов ведутся. И в тех документах, которые мы прописали, они выполняются в срок. Нет, в срок вы умрите, но сделайте. И имейте в виду, мы перепроверим. Вранья быть не должны. Упаси вас, Господь, будет какое-то вранье. Это спрос будет жестче, чем за то, что вы не убрали где-то. Это типичная площадка, да? Где сплошь повалило все. По ходу мы оттуда начинали, так идем и работаем. Значит, задача древесину на склад и сразу вывозка, погода, дождь, солнце. На склад это вот сюда? Да, да. Отсюда по потребителям. Само пострадавшие это Жлобин, Мозырь, Калинковичи. Все лесосеки доступные. Поэтому привлеченные лесхозы должны ставить после себя, включая борозды под посадку. Это вот тебе Бог наказал. Их давно надо было этот лес убрать. Это же деловая древесина. Там же по 70-100 лет. Ну вот, я думал вообще 70-100 лет. Давно надо было убрать. Ты не убрал. Вот тебе Бог помог, повалил. Все, теперь будем в авральном режиме это все забирать. Мы на время разработки, мы же приостанавливаем те плановые рубки. То есть тот спелый лес, который был по плану. Ну правильно, будем ждать, пока Господь и тот повалит. Мы потом героически будем все это... Мы же работаем под потребности экономики. Ну так ты говоришь, что экономика не потребляет возможное количество, которое у тебя есть. Тогда мы будем думать, что делать. Может мы продавать будем, может мы распилим и полуфабрикат продадим. Ну что-то будем делать, ну чтобы не сгнило. В мире лес же нужен. Мне говорят, что сейчас у нас восстановился спрос мировой на рынке. И лес, лесоматериалы пошли для продажи. Да, и цена пошла. Предприятие концерна Беллесбумпром хорошо работает. Светлогорский ЦКК уже в два раза увеличил объем потребления баланса. То, что я вам говорил на докладе. Когда-то, что у нас основная проблема пивовочник расходится. Ты смотри, какой лес. Это же красота. Мы же должны после себя точно такой же оставить, чтобы 100 лет... Ну мы с тобой не оставим. Это наши внуки, дай Бог. Мы что, 100 лет с тобой проживем? Господь с тобой, ты что? Стремиться надо. Министр лесного хозяйства будет еще 100 лет жить. И мне предлагает. Ну тогда еще мы много сделаем, если 100 лет проживем. Так точно, товарищ президент. Планы есть, надо... Но смотри, посадка леса. Давай, вот ты за зиму продумай, чтобы не только то, что бурелом был. Ну что тут бурелом? Это для страны немного. А там, где надо высадить лес, чтобы мы за зиму посмотрели. Планы составили. Подключили все население. Шулейко мне вчера докладывал, что саженцами мы обеспечены. Мы готовы за полгода лесовосстановления осуществить. Давай это сделаем. Поварищ президент, хотя бы осень этого года и следующий год. Ну, хорошо. Так и Назаров нам поставил задачу на штабе. Лично надо порядок навести. По электричеству проблема. Все сделано. Все сделано. Осталось только три линии резервных, 200-киловольтных, которые... Ну, резервные надо их, конечно, сделать. Но мы с тобой договаривались, что мы аккуратно начнем ревизию. Вот здесь новые опоры стоят. А некоторые, как вы с тобой говорили, 50-60 лет. Они уже как спички ломаются. Поэтому где-то надо их менять. У тебя по населению проблем нет. Нет проблем. Нет проблем. Но мы это все перепроверили. Мы обошли каждого. Сейчас аккуратно, без наката какого-то. Мы должны проверить, так это, как он говорит, или нет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!